Приветствую коллеги, это аналитики валютных рынков и торговые идеи от компании Тикмил и сами я, Артур Идиатолин. Ну что ж, понедельник у нас начался с того, что начали у нас корректироваться вниз европейские рынки и фьючерсы на американский индекс. Видно, что у нас изменения по этим активам, по этим инструментам негативны, отрицательные фьючерсы у нас снижаются получается на американский индекс, европейские рынки также у нас несут потери и, как ни странно, у нас укрепляется американский доллар. Причем, если мы посмотрим тенденцию по отношению к основным другим валютам, то можно заметить, что доллар у нас укрепляется против евро, против фунт-доллара, против японской иены, швейцарский франк также не остался у нас в стороне. Везде заметно, что укрепление доллара вносит основной вклад в сегодняшнюю динамику в этих валютных парах, что он говорит о том, что укрепление доллара у нас происходит полномасштабно. Это видно у нас из индекса доллара, который перешел в очень быстрое восхождение и мы будем сегодня разбирать причины, почему наше обсуждение возможного медвежьего тренда на прошлой неделе не оправдалось, что помешало реализации данного прогноза. Значит, мы сосредоточимся сейчас сначала на фундаментальных данных, на фундаментальной статистике, которая у нас поступила на прошлой неделе. Это у нас был отчет по отчету Non-Farm Payrolls, отчет по тому, сколько у нас рабочих мест в США увеличилось, насколько увеличилось, насколько сократилось по безработице, по оплате труда. Собственно, эти данные у нас выходят каждую первую пятницу каждого месяца и за декабрь мы видим у нас следующую картину в данных. У нас вот такое изменение в числе рабочих мест у нас произошло за декабрь, сократились они на 140 тысяч, прогноз был 71 тысяч, то есть значительное отклонение от прогноза, от ожиданий рынка произошло, что спровоцировало соответствующую рыночную реакцию. У нас был сюрприз в данных, поэтому у нас рынки отреагировали, поэтому у нас возникли вот такие вот новые тенденции. Значит, резко у нас получается, как мы видим, ухудшилась трудовая статистика в США в декабре. Это основной компонент макроэкономических данных, который у нас создает направление, создает слабость или улучшение во всех основных макроэкономических параметрах, типа потребительской уверенности, инфляции, потребительских расходов и так далее. В общем, он задает у нас тренд в экономике, на экспансию или на рецессию, на спад, поэтому на нем, как говорится, сосредоточено такое большое очень внимание. Значит, подробности отчета, которые мы сейчас будем разбирать, они дали нам четко понять, что макроэкономические новости в США, они у нас вступают в период депрессии. И так как на рынке труда у нас есть инерция, то есть не может так происходить, что в один месяц мы видим вот такое вот снижение в числе рабочих, численности рабочих мест, а в следующий месяц мы видим резкое улучшение, без какой-то либо поддержки, без какого-то стимулирования такое не происходит. Эта инерция, она задает у нас некоторый тренд, который продолжается по крайней мере несколько месяцев. И поэтому, если мы говорим о том, что рынок труда, его слабость, она переносится на другие данные, то и там, получается, у нас будут негативные сюрпризы. Поэтому, собственно, мы говорим с вами о том, что весь ряд макроэкономической статистики по США, он подвержен сейчас негативным сюрпризам. По деталям отчета давайте обратим внимание, собственно, это у нас сайт, на котором публикуется отчет по рынку труда. Мы с вами перейдем, значит, к опросу домохозяйств. Прежде всего, нам нужно заметить, что у нас в декабре продолжилась тенденция перехода на удаленку. То есть, в ноябре у нас 21,8% опрочно доложили, что они у нас перешли на удаленку. В декабре 23,7%. Еще раз подчеркиваю, что социальные ограничения вынудили переходить на удаленку. Что более интересно, более интересная деталь данного отчета. Сообщили, значит, у нас по результатам отчета, что число безработных, которые потеряли у нас работу, лишились работы из-за того, что у нас произошла ликвидация бизнеса в результате пандемии, число таких безработных по сравнению с ноябрем у нас увеличилось на 1 миллион человек. То есть, значительный прирост у нас безработных как раз-таки произошел из-за того, что ликвидация бизнеса в США из-за пандемии, она резко выросла в декабре. Часть из них, как мы видим, продолжила получать оплату, но очень незначительная часть продолжила получать оплату. Основная часть, которая заслуживает внимания, это то, что на это значение у нас резко увеличилось число безработных. И это категория безработных, которая вынуждена, как бы, ушла, потому что бизнес был, фирма была закрыта. То есть, у нас наблюдается ускорение ликвидации предприятий в США, что, естественно, тревожит рынки. И, естественно, на это обратили внимание. Что дальше? У нас сфера услуг. Давайте посмотрим, что с ней произошло. Значит, по данному сектору, что мы видим? У нас изменения в числе рабочих мест по сфере услуг и развлечений. Оно у нас составило минус 498 тысяч. То есть, число рабочих мест сократилось почти что на 500 тысяч человек в данном секторе. Вот если мы возьмем какую-то историю, статистику и посмотрим, вот это значение, оно как-то выбивается из ряда данных, то оно действительно очень сильно выбивается из ряда данных. Это говорит о том, что в декабре сфера услуг действительно понесла вот очень большой удар, понесла основное бремя вот этой пандемии, вот этих социальных ограничений. Резкое вот такое изменение на 498 тысяч, естественно, отражает кризисное состояние этой сферы. И это как бы там со всеми вытекающими последствиями для доходов работников, которые в ней заняты. Кто-то вот уволился, у кого-то оплата труда снизилась, естественно, то есть кризисное состояние у нас есть в этой сфере. И что самое интересное у нас в этой сфере, если мы посмотрим, вот мы видим вот такое вот изменение, но непонятно, какая доля вот этого сектора у нас, сколько в ней занято работников США. Если мы обратимся вот к следующей статистике, да, и посмотрим, сколько у нас занято в данной сфере, вот можно видеть, что в секторе сферы услуг у нас США занято, получает 10% населения, ну, собственно, занятых, да, которые имеют работу, 10%. И в нем у нас произошло вот такое вот шокирующее, как мы видим, изменение, получается, на 498 тысяч, которое нам говорит о том, что резкий удар произошел по сфере услуг и развлечений в США из-за новых ограничений, которые у нас появились в декабре. В этой сфере, как мы видим, занято 10% работающего населения, и, естественно, это позволяет нам предполагать, что случилось с доходами данных работников, да, в декабре, как изменятся их потребительские расходы. Естественно, там заняты люди с низкой квалификацией, но преобладают, да, работники с низкой квалификацией, у них доход нестабильный, это раз, и эта нестабильность, она переносит на потребительские расходы. Поэтому, если мы, как бы, плюсуем сюда вот эту тенденцию, да, в поудаленной работе, то то, что выросло число, кто перешел на удаленку, затем выросло число предприятий, которые у нас закрылись, как мы видим, очень резко выросло, потому что резко на миллион человек увеличилось количество безработных в результате закрытия бизнеса. То есть, все это нам говорит о том, все это у нас, ну, позволяет ожидать, что в пятницу, да, отчет по розничным продажам, который у нас намечен, релиз этих данных, давайте посмотрим, когда он у нас произойдет еще раз, это у нас будет пятница, значит, да, как мы видим, у нас отчет, отчет по розничным продажам у нас будет как раз-таки в пятницу, ожидается у нас сокращение на 0,2% в месяц объем розничных продаж, но, на мой взгляд, по результатам данных, по результатам продовой статистики, которые мы сейчас с вами проанализировали, тут будет большее снижение в розничных продажах, и, естественно, рынки на это негативно отреагируют. Вот такой вот анализ нам позволяет ожидать, собственно, что будет большой негативный сюрприз в данных по розничным продажам. Безработица США, вроде бы, да, если мы посмотрим на остальные компоненты отчета, можно видеть, что у нас осталось оно на прежнем уровне, то есть было у нас 6,7%, осталось 6,7%. Чуть больше это ожидалось, но из-за пандемических ограничений, из-за того, что у нас правительство организовало очень щедрые трансферты населению, которые позволяют не искать им работу, существенная часть безработных, которые у нас нуждаются в работе, но не ищут ее, они не включены в подсчет безработных, то есть они как бы есть, им нужна работа, но правительство им плачевает сейчас средства, да, не стят на пособиях, некоторые не могут искать работу из-за пандемических ограничений, ограничены они в возможностях в поисках работы, поэтому они вроде им нужна работа, но они не включаются в статистику. И вот этот показатель, уровень безработицы, естественно, он у нас занижается из-за этого, мы видим стабильное безработице, но на самом деле ситуация меняется в худшую сторону. Поэтому концентрироваться, заратачиваться нужно на другом показателе, который сейчас лучше отражает состояние рынка труда, этот показатель у нас доли занятых работоспособных населений США. Если мы посмотрим на этот показатель, мы можем видеть, что у нас в марте произошло такое вот крушение вот здесь, да, до уровня 50%, то есть из всех, из работоспособных населений США занято было только 50% им его работы, то есть половина. Произошло некоторое восстановление вот здесь, но мы видим с вами, что водительское восстановление, оно у нас замедлилось и перешло в плату. Все, водительское восстановление у нас закончилось. И как раз-таки мы видим, что вот разница между тем, что было до, и тем, что стало после, это оно вот колоссальное, то есть сейчас занято практически на 4-5% меньше, получается, людей. Те, которые имели работу, они ее потеряли, и вот эта разница сейчас образовавшаяся, она лучше отражает, в каком сейчас положении находится рынок труда. Поэтому безработица, еще раз, да, мы с вами говорим, она сейчас не очень хорошо отражает состояние на рынке труда, потому что не вот в кризисные моменты, в такие сейчас, которые у нас возникли в результате пандемии, в результате усилий правительства, она сейчас вообще не показательна. Нужно вот, еще раз повторюсь, смотреть на показатель доли занятых в работоспособном населении. Видно вот, да, что восстановление, которое у нас показывает безработица, тут совершенно не отражается, не происходит. Вот тут мы реально видим, сколько у нас действительно людей имеет работу из работоспособного населения, и статистика говорит, конечно, о не очень хорошем состоянии по рынку труда. Вот, в общем, мы видим то, что действительно, на самом деле у нас отчет по рынку труда не очень хороший, не стоит на позитивных изменениях отдельных компонентов концентрироваться, потому что в целом, как мы видим, да, у нас в декабре ситуация ухудшилась по рынку труда США. Естественно, как мы уже с вами говорили, да, что слабость в ключевом компоненте макроэкономическом на рынке труда, она передается на основные сектора. Я бы ориентировался в среду и пятницу, когда у нас будут выходить данные по инфляции. Вот здесь мы видим, что у нас во среду выходит базовый индекс потребительских цен. И получается в пятницу, как мы уже с вами ссудили, это объем розничных продаж у нас выходит. Следует концентрироваться, следует сосредотачиваться, ожидать именно негативные сюрпризы в этих данных, которые расстроят рынки, потому что рынок труда закладывает эту основу для негативных сюрпризов. Естественно, вот по инфляции, так как у нас слабость на рынке труда произошла, потребительские расходы, естественно, с декабря должны из-за этого тоже понести какой-то ущерб, они получат также удар, поэтому инфляция, на мой взгляд, также испытает, также, возможно, в ней будет негативный сюрприз. Мы видим, что у нас рынок ожидает сокращения базовой инфляции на целых 0,1%. По широкому показателю, там будет 0,4%, что, естественно, отразит удорожание цен на топливо. В пятницу у нас еще будет релиз индекса потребительских настроений от инфляции Мичиган. Там также слабые изменения ожидаются, останется он на очень низком уровне, 80 пунктов в депрессивном состоянии. Поэтому слабая негативная, слабая трудовая статистика, она позволяет сейчас рассчитывать на то, что у нас остальные отчеты по США за декабрь, они нас также разочаруют. И вот период разочарования на этой неделе, конечно же, сейчас рынком уже закладывается до появления этих данных. Поэтому, на мой взгляд, мы вот и видим вот такую вот динамику по индексу доллара, где у нас резко перешел в укрепление, потому что ряд негативных данных у нас ожидается на этой неделе, а по США и доллар как защитный актив у нас, естественно, не остается в стороне, он у нас реагирует при этом. Также реагирует у нас негативный и фондовый индекс, соответственно. Если мы говорим теперь о технической картине по индексу доллара, у нас произошел, как мы видим, пробой нисходящего вот этого канала, который у нас долгое время, в котором долгое время у нас доллар пребывал. Держался он, получается, более чем 2 месяца, 2 месяца точно вот в этом канале он держался. Здесь была некоторая стабилизация, поэтому он опять пришел в снижение. И вот снижался он в этом канале, который мы с вами обсуждали несколько уже недель, потому что он в нем держался. И сегодня, как мы видим, произошел пробой. У нас доллар вышел за этот нисходящий канал. Продолжать у нас быстрое восхождение, но приближение индикатора RCI, который у нас контролирует моментум, именно скорость изменения, он у нас приближается к перекупленности, поэтому, так как у нас есть моментум, и так как мы приближаемся к перекупленности, моментум у нас нестабилен. Предполагается, что иссякнет он в зоне 90.50-90.60, может быть, чуть-чуть выше, то есть моментум здесь иссякнет. Перейдет, получается, у нас с этого уровня доллара в коррекцию небольшую. И затем, на мой взгляд, будет тест, все-таки произойдет тест уровня 91, на котором уже будут разворачиваться основные продажи, будет разворачиваться основное сопротивление для доллара, и там уже, возможно, более глубокая коррекция до уровня 90.50 обратно. Судьба медвежьего тренда доллара, который мы с вами много говорили, я много времени посвящал тому, что в среднестрочной, в долгосрочной доллару должен снижаться из-за политики ФРС, из-за развязанной политики фискальной властей США. Значит, этот медвежий тренд, он сейчас будет зависеть от способности новой администрации, от способности администрации Байдена и демократов, в общем, одобрить новый пакет помощи американской экономике, одобряя они у нас в декабре пакет помощи, и теперь, как ожидается, будет новый пакет помощи, одобрен на 1 триллион долларов. Пока что еще разговоров об этом нет, но рынки склонны закладывать сейчас в цену, постепенно закладывать ожидания того, что у нас начнутся переговоры по новому фискальному стимулированию, да, который будет предпринято очень быстро, и вот слабые данные по американской экономике, по рынку труда, они нам нуждают, естественно, действовать сейчас оперативно. Если у нас пакет помощи будет одобрен, то, естественно, это постигнет, во-первых, инфляционные ожидания США, потому что ФРС у нас подключится к вот этой задаче, да, позволить правительству занять под небольшую ставку, чтобы профинансировать эту новую фискальную реформу, а для этого она должна будет вновь начать печатать деньги, запускать печатать станок, чтобы сдерживать, получается, доходность по облигациям, чтобы правительство могло занимать выгодно под низкую ставку, это рост денежного предложения, а рост денежного предложения это инфляционный, это рост инфляционных ожиданий, рост инфляции. Естественно, растет у нас инфляция, падает у нас реальная доходность по американским активам. Это, естественно, негативный сигнал для инвесторов, они выходят, получается, с американских активов, и это провоцирует у нас давление на американскую валюту. Так мы сами провожили цепочку эффектов между одобрением нового пакета стимулов и падением привлекательности доллара. Если у нас произойдет очень быстрое принятие новой фискальной помощи, то, на мой взгляд, движение доллара вниз должно будет возобновиться. Ну вот пока мы видим, что слабые данные по американской экономике, они у нас провоцируют движение доллара вверх и пока мы не получим новых сигналов о том, что демократы готовы быстро, оперативно одобрить новое фискальное стимулирование, пока что у нас для доллара открывается возможность чуть-чуть порасти. Но я бы вот рассматривал продажи доллара с уровня 91-91.20 на коррекции с целью 90-50. Такая у нас ситуация сейчас обстоит по американскому доллару. Если остались какие-то вопросы или есть комментарии, то вы можете задать их под видео. Если вам понравилось это видео, не забудьте, пожалуйста, поставить лайк или поставить дизлайк, если вам не понравилось. А на этом я завершаю свой обзор. Всего доброго, торгуйте профит.